Добро пожаловать в Вильнюс. Ласкаво просим воду Вильнюса. Дорогой слушатель, дай угадаю. Ты, наверное, подумываешь собираться в Вильнюс, да? Переехать в Вильнюс очень скоро. Или даже если ты еще не решил, возможно, вы это скоро сделаете. Так вот, меня зовут Яна, я проектный менеджер International House Вильнюс, то есть Международного дома Вильнюса. И моя задача вместе с моей коллегой Мартой... Привет! Привет! Сегодня постараться расставить все точки над И и охватить разные темы, объяснить вам, как зарегистрироваться в больницу, как зарегистрировать, к примеру, ребенка в садик, либо в школу, как подать на резиденцию и так далее. В этом видео мы постараемся помочь вам наиболее, как мы только можем. Если у вас, конечно же, останутся вопросы, вы сможете оставить их нам в комментариях, либо написать, все контакты мы оставим. Позвольте мне поначалу представить организаторов этого видео, те, кто сегодня будет надавать вам всю информацию. Своей стороны представлю International House Вильнюс. Это проект, который призван помочь всем иностранцам, которые решили начать новую жизнь в Вильнюсе, помочь в мягкой посадке, объяснить все самые сложные бюрократические вопросы, объяснить, как интегрироваться и как стать неотъемлемой частью этого социума. Так вот, International House Вильнюс – это новая организация. Мы начали работать только с 2021 года, но уже у нас есть успехи. Мы также организовываем разные ивенты онлайн и офлайн. У нас есть курсы языка, также менторская программа, то есть программа, где вы сможете найти своего, скажем так, локального друга. Она называется BeFriend. По BeFriend она сначала началась как программа для украинцев, но сейчас она уже работает для всех национальностей в Вильнюсе. Но, конечно же, если вы хотите знать больше, пожалуйста, посетите наш сайт, посмотрите наши также социальные сети и обязательно подпишитесь, чтобы ничего не потерять. Это то, что с моей стороны, но давайте также послушаем про другую организацию, нашего другого организатора. Да, как Яна уже и упомянула, меня зовут Марта, и я представляю Центр информации по миграции «Я выбираю Литву». Наш Центр предоставляет консультации для граждан Литовской Республики, которые намериваются вернуться в Литву вместе со своими членами семьи, а также и иностранным гражданам, которые хотят переехать здесь на жизнь в Литве. Что ж, да, тоже, конечно, посмотрите все сервисы, которые есть в рынку Асилетова, организация «Я выбираю Литву». Но давайте тогда начнем с того, что представим Вильнюс. Что первое, что вы должны знать про Вильнюс? Это удивительный город, где бы он ни был, где бы вы ни думали, он находится. Тем не менее, Вильнюс – это столица Литвы, страны, которая есть частью Евросоюза. Вильнюс также является наибольшей столицей Балтийских стран. И на данный момент те данные, которые есть официальные у нас, мы знаем, что более 65 тысяч иностранцев уже живут в Вильнюсе и комфортно себя тут чувствуют. Те, кто нашли уже, где Вильнюс, и наслаждаются жизнью в нем. Надеемся, вы тоже станете одним из них. Что еще мы можем сказать про Вильнюс? Есть главные четыре ключевые слова, как мы можем описать Вильнюс. Я буду переводить с того, что написано, так что не переживайте. Но Вильнюс, во-первых, он комфи, то есть это комфортабельный, то есть город, где комфортно жить, город, где очень много зелени, больше, нежели 50% зелени в городе, что означает, что здесь очень хорошая питьевая вода, также очень чистый воздух, и в целом очень комфортно для разных групп людей. Дальше, что можем сказать про Вильнюс? Вильнюс – next. Если перевести дословно, это как следующий, но, конечно, что значение этого концепта – это то, что Вильнюс – это про инновации. Вильнюс – это про развитие, про новые концепты, инвестиции, развитие талантов и возможностей. Что еще? Следующий пункт – это то, что Вильнюс – артистик, то есть очень нацелен на искусство. Даже давайте возьмем Ужупис, который есть независимой республикой, который находится прямо в городе, в Вильнюсе, где живут свободные художники. Так что, когда сюда приедете, обязательно посетите, а также разные музеи, выставки. Пожалуйста, призываем вас посмотреть и исследовать город. Ну и последнее, но немаловажное – это то, что Вильнюс – это как болт. Давайте переведу это слово. Это как уникальный, такой, да, очень смелый. Вильнюс – это про смелые решения, это смелые заявления, поддержку, где она нужна. Это про все смелые эксперименты, которые вы можете видеть в городе, где-то в соцсетях, либо просто в людях. То есть Вильнюс очень разносторонний, но мы, конечно же, призываем вас распознать его какомога лучше. Что дальше? Окей, мы знаем, что Вильнюс очень классный, но как сюда переехать? На самом деле, очень легко. И в этом видео мы постараемся помочь вам понять, как переехать сюда. Моя коллега Марта представит тогда главные шаги, о которых мы сегодня поговорим вам и поможем. Да, конечно, мы хотели бы с вами поделиться, наверное, одними из самых важных шагов, которые мы рекомендуем вам предпринять перед вашим переездом в Вильнюс. И некоторые из них вы можете даже делать, уже находясь здесь. Так, во-первых, самый важный шаг – это, конечно, легализируйте ваше пребывание здесь, в Литве. Найдите место здесь, которое вы могли бы назвать своим литовским домом. Откройте банковский счет. Четвертый шаг – это тоже очень-очень важный. Стройте свою карьеру здесь, в Литве. Вы должны также не забыть и позаботиться о вашем здоровье, о вашей медицинской страховке здесь. Если у вас есть дети, то, конечно, важный вопрос – как записать детей в школу или детский сад. Ну и последний, последний пункт, который мы хотели бы с вами тоже обсудить – это интеграция и, конечно, предоставить вам рекомендации, чтобы ваш интеграционный путь в Литве был как можно более легкий и комфортный. И сейчас мы рассмотрим подробнее первый шаг – это легальные пребывания, ваши легальные пребывания в Литве. Мы хотели бы тоже уточнить вам, то есть с нашей стороны такая рекомендация, чтобы вы узнали в своей стране, которую покидаете, нужно ли проинформировать соответствующие органы о вашем отъезде из страны и смене вашего места жительства. И в нашей презентации мы обсудим только формы документов для долгосрочного пребывания, то есть не визы шенгенские, а здесь идет речь о национальной визе Д, о временном виде на жительство и его типе Blue Card. Так, начнем тогда с национальной визы. Национальную визу вы можете иметь только до 12 месяцев. И, конечно, чтобы податься на ее, вам нужна основа в Литве. Такой основой может служить или работа, или учеба в Литве. Чтобы подать заявление, вам надо обращаться непосредственно уже в дипломатическое представительство Литвы за границей, то есть или в посольство, или в консульский отдел. В некоторых странах действуют также и в визовые центры. И чаще всего срок ожидания визы где-то длится около 15 дней. Но иногда, так как и посольство, и визовые центры могут быть очень загружены работой, то этот срок может продлеваться и до 45 дней. И так, следующий документ это уже временный вид на жительство. И здесь процедура подачи совсем другая, нежели на национальную визу. То есть если с национальной визой вы подаетесь, находясь у себя дома, то есть за границей Литвы, то на временный вид на жительство вы уже подаетесь непосредственно в департамент миграции Литвы. И временный вид на жительство выдается уже с одного по два года, то есть это зависит от основы, на которой вы подаетесь. И здесь уже сроки ожидания немного дольше. То есть если вы подаетесь на вид на жительство в общей процедуре, это длится уже четыре месяца. Если вы имеете финансовые ресурсы, вы, конечно, можете податься и в ускоренном порядке. Это тогда уже длится два месяца. Это, да, мы говорили о стандартном временном виде на жительство. И сейчас тоже очень важно упомянуть blue card, голубая карта, если перевести на русский язык. Это тоже тип временного вида на жительство, только для высоко квалифицированных специалистов. И этот документ выдается уже на три года, то есть срок действия более долгий, чем предыдущих двух. И подать можно тоже, так как это вид на жительство в любом отделении департамента миграции, или также можно обратиться и в International House Vilnius. Что еще немаловажно, что документы на blue card подаются онлайн по принципу подачи документов в виртуальном окне, то есть ваши заявления уже начнут рассматривать и позже могут принять решение после подачи всех документов онлайн. И потом вы приезжаете, если решение выдать вам вид на жительство, забрать его в департамент миграции или в International House Vilnius. Но здесь очень-очень важно упомянуть условия, чтобы вы могли получить blue card, потому что надо соответствовать двум главным условиям. Первое из них у вас должен быть диплом о высшем образовании в той сфере, где вы намериваетесь трудоустроиться. Если вы намериваетесь трудоустроиться как специалист по информационным или коммуникационным технологиям, то срок трудового опыта, который от вас требуется, он укорачивается уже с пяти лет на три года. И второе условие, которому вы должны соответствовать, это условия по заработной плате. Мы сейчас не будем вдаваться в детали, сколько заработной платы требуется, чтобы податься на blue card, потому что всю информацию вы тоже можете найти. Вот у нас на наших слайдах можете зайти на страницу департамента миграции Литвы и ознакомиться с информацией по заработной плате. И здесь срок ожидания короче, но также он зависит от оснований процедуры blue card. Здесь он длится уже от 15 дней, может, до двух месяцев. И у нас в презентации этой информации сейчас нету, но я бы хотела бы упомянуть, так как все равно будет несколько упоминаний тоже дальше у нас о постоянном виде на жительство в Литве. То есть на постоянный вид на жительство в Литве вы можете податься на основе, например, долгосрочного пребывания в Литве. То есть если вы прожили в Литве, прожили и работали здесь в Литве пять и дольше лет, уже можно пробовать подаваться на ПМЖ. или если, например, ваш член семьи, супруг, супруга, гражданин Литвы, и вы вместе за границей переезжаете на жизнь в Литву, или если вы являетесь лицом литовского происхождения или лицом, у которого осталось право восстановить литовское гражданство, и вы переезжаете из одного государства в Литву на жизнь здесь, тогда тоже есть возможность податься на постоянный вид на жительство. Сейчас, да, уже немного вначале я упомянула вот всю эту процедуру подачи документов и заявлений на временный вид на жительство, но сейчас немного детальнее об этом. То есть документы на виды на жительство подаются в департамент миграции Литвы здесь, и вся процедура, она начинается онлайн, то есть заявление подается через страницу migracia.lt в системе Migris, вы там подаете копии документов своих, заполняете заявление, вы можете редактировать свое заявление, если какие-то ошибки или хотите добавить документы, которых не хватало. И также там есть возможность записаться на прием, зарезервировать визит, потому что все равно вам надо будет приехать лично с документами, оригиналами, потом в департамент миграции или в International House Vilnius, если вы подаетесь на Blue Card как высококвалифицированный специалист. Что ж, теперь, когда мы уже знаем, как легализировать свое пребывание в Литве, давайте перейдем к следующему шагу. И шаг номер два у нас – это найдите место, которое вы будете считать домом в Литве. Поначалу, для того, чтобы понять, как искать и где искать, вам нужно понимать, какие есть районы Вильнюса, где предположительно вы можете жить. В Вильнюсе есть 21 район, и вот, к примеру, район под номером 17 – это район в Old Town, то есть в старом городе. К примеру, район Веркой – это один из наибольших районов с одним из найчистейших воздухов и питьевой водой, но, конечно, она почти всюду такая же в Вильнюсе. То есть для того, чтобы вначале в целом понять, где искать дом, нужно понимать, какое расположение разных районов Вильнюса. И какие будут рекомендации от нас, какие еще пошаговые инструкции будут с нашей стороны для того, чтобы вы нашли дом? Первое – то, что вы можете видеть на экране, у нас есть перечень веб-сайтов, где вы можете посмотреть, какие есть сейчас возможности аренды дома либо квартиры. Вы можете искать их на веб-сайтах, которые мы предложили вам, и также в Facebook-группе. Вы можете написать туда пост либо объявление, что ищите себе квартиру, либо, к примеру, даже ищите сожителя. То есть используйте эту возможность коммуницировать с людьми. И, конечно же, те сайты, которые мы предоставили, это некоторый перечень тех, что мы рекомендуем, но вы, конечно, можете использовать и другие сервисы. Что также важно до того момента, как вы примете решение. Какие будут рекомендации с нашей стороны? Во-первых, пожалуйста, посмотрите локацию. То есть обязательно подумайте, какой трафик, будет ли вам удобно добираться до работы или вашему ребенку в школу. То есть подумайте про локацию, будет ли вам удобно гулять своей собакой либо с детьми где-то рядом, есть ли какие-то детские площадки, какие есть магазины вокруг. Ну, то есть поначалу это кажется не очень важным, но если вы собираетесь жить на долгий период времени, это важно для вас будет, конечно же. Что также еще, это до того, как вы снимете квартиру, примете решение, узнайте, какая стоимость коммунальных услуг, потому что это зависит от дома, от того, был ли он ренавоцирован, был ли дом, к примеру, это старый или новый дом, в каком он районе, он на газу, либо на другом типе, да, там, вегревание и так далее. То есть узнайте, какие цены на коммунальные услуги. Вы всегда можете спросить хозяина, либо чтобы он, либо его легальный презентатор, кто его представляет, представитель, вам надо такие подтверждения. Также спросите, есть ли какие-то еще дополнительные выплаты, потому что иногда могут быть дополнительные выплаты за, к примеру, вывоз мусора, либо за то, что у вас возле дома красиво и светут разные цветы. За это также все в некоторых случаях нужно дополнительно оплачивать, небольшие суммы, но чтобы вы имели представление, какая будет сумма в целом со всеми коммунальными услугами, пожалуйста спросите об этом до того. Конечно, что убедитесь, что вы имеете дело только с легальным представителем дома, то есть это может быть либо брокер, у которого есть, да, как документ от владельца, либо сам владелец, чтобы вы понимали, что это не какое-то мошенничество, вы можете также спросить документы. Ну и конечно, посмотрите дом вживую, вам же там жить, поэтому задавайте очень много вопросов, спрашивайте все, что вас интересует, их интерес также сдать вам дом. Предлагаю идти дальше, что еще, какие будут шаги. После того, как вы приняли решение, решили уже, что этот дом идеально вам подходит, либо эта квартира, а потом идет подписание договора. Пожалуйста, вы должны также знать, что договор должен быть составлен на литовском языке, потому что это официальный язык литвы, а также на другом языке, который вы понимаете. То есть вы должны понимать, о чем идет в этом контракте. Если, конечно же, вы понимаете литовский, либо у вас есть кто-то, какой-то друг, к примеру, кто может вам его перевести, это тоже окей. Но в целом, по правилам, вы должны иметь еще там перевод, да, к примеру, на русский, либо на английский, это может быть, как ваш личный просто перевод, либо это может быть официальный перевод, и, пожалуйста, убедитесь, что все эти моменты, которые вы обсудили с владельцем устно, то есть, к примеру, депозит, который вы даете, либо кто будет ответственный за то, что какой-то поломался там бытовой, не знаю, товар, там микроволновка и так далее, да, если вы это обсудили, просто убедитесь, что такие важные моменты есть также в контракте, потом вам будет легче, если вы знаете, что у вас в контракте есть это прописано. Ну и, конечно же, когда уже есть дом, вы уже въехали, подписали контракт, есть последний шаг, который вы обязаны сделать, то есть, это не рекомендация, а обязательство от литовского государства, вы должны задекларировать свое место жительства, то есть подтвердить, что да, действительно, вы живете за этим адресом, то есть прописаться, скажем так. И попрошу тогда коллегу Марту рассказать нам, как это сделать. Да, уже как моя коллега Яна упомянула, при наличии вида на жительство, то есть, когда вы подаетесь на вид на жительство, вы обязуетесь, что вы задекларируете свое место жительства здесь. То есть, При наличии вида на жительство у вас есть два способа задекларировать ваше место жительства. Первый способ – это если вы получаете ваш первый ВНЖ в Литве, вы можете выбрать, что вы задекларируете его в отделе департамента миграции Литвы. Или второй способ – уже после того, как вы заберете свою пластиковую карту, вы обязуетесь в течение месяца, в течение месяца после того, как вы уже забрали свой вид на жительство, что вы задекларируете место жительства, но тогда уже в самоуправлении того города, где вы проживаете, или в Синюнии. И в самом начале нашей темы моя коллега Яна предоставила всю карту, как поделен Вильнюс на 21 Синюнию. То есть вы можете обратиться либо в самоуправление, либо тогда уже в административно-территориальную единицу своего спального района. И да, вопрос, как вам узнать, какому спальному району, какой Синюнии вы принадлежите. Вы можете пробовать вписать в Google название улицы, и вам, конечно, предоставят эту информацию, какой Синюнии вы принадлежите, либо тогда уже на странице самоуправления города Вильнюс тоже имеется вот вся карта с всеми этими Синюниями, где вы можете тоже по названию улицы найти. Но снова же, чтобы задекларировать вам место жительства, вам нужны документы. То есть если вы здесь в Литве квартиру снимаете, тогда вам нужен договор аренды. Официальный договор аренды, с ним вы можете идти и податься на декларацию, на прописку. Если у вас нет договора аренды, тогда можно прийти вместе с собственником квартиры. Или если не можете прийти собственником квартиры, тоже нет договора аренды, можно предоставить нотариально заверенное разрешение от собственника квартиры, что он разрешает вам прописаться по этому адресу. Ну и, конечно, тоже к вам тогда условия, что вы должны прийти вместе со своим паспортом и вместе, конечно, с временным вашим видом на жительство. Наш третий шаг – это открытие банковского счета в Литве. И для того, чтобы вы смогли открыть банковский счет, вам надо подтвердить вашу связь с Литвой. То есть это может быть или трудовой договор, или свидетельство об учебе здесь в Литве, или документы, подтверждающие, что у вас есть недвижимость в Литовской республике. Но снова здесь есть различия. Если вы приезжаете в Литву с национальной визой Д и хотите здесь открыть банковский счет, у вас могут запросить сбор, который может достигать до 200 евро даже. Уже при наличии вида на жительство данный сбор не применяется для иностранных граждан. Но все равно мы советуем вам обратиться в несколько банков и разузнать у представителей банка, какие условия применяются для вас, как для иностранного гражданина. И тогда уже выбрать вариант, который вам больше всего также и финансово подходит. Что ж, следующий шаг, и он касается карьеры. Конечно, что вы переехали и вы ищете новые возможности. Есть те, которые уже приехали сюда, будучи трудоустроенными. Но есть те, кто пока еще только ищет работу. И те, и другие, вы должны знать некоторые факты про Вильнюс. Какая бизнес-экосистема в Вильнюсе? Первое – это то, что Вильнюс считается городом номер один в Европейском Союзе в сфере финтех. Это очень большое достижение и очень большая гордость. И в Вильнюсе есть очень много финтех-компаний. Также среди рейтингов то, что Вильнюс находится в топ-30 городов с очень быстро развивающимся бизнесом. То есть есть очень много бизнес-хабов, почти или дали более 600 стартапов. То есть очень хорошая стартап-экосистема. Есть организации, которые готовы вам помочь найти стартап. Есть возможность получить стартап-визу. То есть начать свой стартап и начать свой бизнес с хорошими консультациями. Также, если, к примеру, вы хотите работать дистанционно, также есть возможность, потому что Вильнюс находится в списке топ-5 наилучших городов, где можно работать удобно, сидя дома. Ну, также либо в офисе, но работать можно дистанционно. Очень много людей, которые работают тут и имеют высокую зарплату, считаются специалистами высокой квалификации. И большая часть из тех людей, они более, нежели 85% людей, говорят на английском. То есть это считается такой главный в международных компаниях язык. Но, конечно, что также разные компании могут требовать от вас и литовский язык. А, конечно, не на всех работах, но это официальный язык, поэтому обязательно подумайте о том, чтобы его изучить. Что также мы хотим представить, да, как я уже упомянула до этого, Вильнюс – это столица финтеха, но не только. Потому что кроме финтеха тут также еще есть три очень быстро развивающиеся сферы, которых вы также можете себе реализировать. Так вот, это информационные, коммуникационные технологии, это биотехнологии и лазеры. То есть не обязательно, чтобы вы были инженером, но также если вы просто, к примеру, маркетолог, либо коммуникационный специалист, который интересуется работой в таких сферах, это очень хорошая возможность для вас. Мы также просим вас, предлагаем вас посмотреть веб-сайт Вильнюс Техфюжн, потому что на нем вы можете найти больше информации о том, какая бизнес-экосистема в Вильнюсе и в целом, какие есть возможности работы в Вильнюсе. Тем не менее, если у вас пока еще нет работы, мы хотели бы представить вам, где искать работу. Поэтому передаю слово коллеге Марте, чтобы она помогла с этим. Спасибо, Яна. Конечно, рекомендуется начать поиски работы и изучать уже эти веб-сайты по поиску работы еще до приезда в Литву. И на сайтах по поиску работы вы можете не только откликнуться на уже существующие вакансии, но также и загрузить свое резюме, сконтактироваться с потенциальными работодателями. Здесь на слайдах, конечно, мы упомянули только некоторые из возможных поисковых сайтов для работы, но которые хотелось бы выделить. Наверное, это страницы для высокополитифицированных специалистов, как Work in Lithuania, Innovation Agency. Также, если у вас есть ваш профиль на LinkedIn, вы можете искать и работу, и разузнавать, какие есть свободные вакансии на этой платформе. Если у вас есть вид на жительство в Литве, служба занятости Ужимтума Торниба помогает в поисках работодателя. То есть, если у вас нет работы, у вас есть ВНЖ в Литве, вы можете зарегистрироваться в службе занятости, и когда вам будет присвоен статус безработного, который вам помогает в целом этом процессе, чтобы найти работу или идти на курсы по повышению квалификации. И также вот на нашем слайде мы с вами поделились и контактной информацией, как можно сконтактироваться со службой занятости. Что тоже немаловажно, это, конечно, сам Трудовой кодекс Литовской республики. Конечно, мы не будем упоминать всего Трудового кодекса, а только некоторые из уставов, которые очень важны. Так, во-первых, помните, что Трудовой договор должен быть составлен на литовском языке, и другой язык, на котором Трудовой договор составлен и рабочие нормы вам объяснены, должен быть понятен для вас. То есть на двух языках, которые один официальный, а другой, чтобы вы все могли понять. Рабочее время, помните, не может превышать 40 часов в неделю, а в течение дня, то есть продолжительность рабочего времени, это 8 часов в дней. Конечно, если вы работаете дополнительно, работаете сверхурочные часы, то тогда в неделю не выше 48 часов. Это вместе со сверхурочными. И то же, что мы решили вам также упомянуть, это расторжение Трудового договора. Если вы все еще в течение испытательного срока, то вы можете проинформировать своего работодателя письменно за 3 рабочих дня, или также ваш работодатель может за 3 рабочих дня объявить, что больше не будет продолжать с вами трудовых отношений. Но если вы уже после испытательного срока, то тогда вы обязаны, если хотите расторгнуть Трудовой договор по своей инициативе, без уважительных причин, вы должны проинформировать тоже в письменном виде работодателя уже за 20 календарных дней. Но снова же, дата увольнения может быть и раньше, если работодатель согласен сократить срок этого периода. То есть по закону, да, после истечения испытательного срока вы должны проинформировать за 20 календарных дней, но также это зависит и как вы договоритесь со своим работодателем. Тоже это вопрос такой открытый. И также на наших слайдах мы внесли информацию об отпуске в Литве. И не забудьте, что хотя бы раз в год вы можете брать отпуск не менее, чем 10 дней. Если вы работаете в Литве, очень важно также рассказать вам о социальных гарантиях в Литве, о социальном обеспечении, возможных выплатах. То есть лица, которые здесь осуществляют трудовую деятельность и оплачивают взносы социального страхования, могут ходатайствовать о социальной поддержке и разных социальных пособиях. То есть если вы здесь законопроживаете, осуществляете трудовую деятельность, вы застрахованы всеми видами социального страхования. И снова же вы работаете, вы оплачиваете эти взносы социального страхования и вы со временем приобретаете право на получение соответствующих на получение соответствующих пособий. Если вы в Литве проживаете с видом на жительство или блукардом, который тоже является временным видом на жительство, то вы можете претендовать на, то есть вы можете подаваться на пособия по болезни, по материнству, отцовству и уходу за ребенком, а также и на пособия по безработице. И вот только коротко замечу, что вот эти три пособия выплачивает у нас фонд социального страхования СОДРА. И чтобы получить вот все эти три пособия, здесь уже нужно соответствовать трудовому стажу. То есть здесь у вас уже должен быть накоплен трудовой стаж, который запрашивается запрашивается для получения этих пособий. И так, четвертые пособия – это уже пособия на детей, ежемесячные, которые выплачивают уже не СОДРА, не фонд социального страхования. А здесь надо обращаться непосредственно в то самоуправление, где вы сделали прописку. И здесь уже не принимается во внимание ваш трудовой стаж в Литве. Здесь самое главное, что вы с видом на жительство, вы работающий человек, и если у вас ребенок до 18 лет или до 23 лет, если обучается и дальше по общей программе просвещения, тогда можете претендовать. Так, и еще немаловажно упомянуть саму пенсию, пенсию по старости. То есть мы не будем здесь вдаваться в подробности о государственной пенсии, которую вы уже начнете накапливать с момента вашего трудоустройства в Литве. Но мы здесь хотели бы заметить уже ваши перечисления в частный пенсионный фонд, потому что каждый год 1 января лица моложе 40 лет, которые работают в Литве и которым присвоен здесь идентификационный номер, они включаются автоматически содрой в систему накопления частной пенсии. Но снова же есть возможность отказа от нее. И здесь хотела бы заметить, что да, может, вы уже раньше выбрали, что хотите копить дополнительно в частный фонд, но если вы вообще не слышали о такой возможности, то имейте в виду, что да, содра может вас автоматически внести. И сейчас, то есть зарплаты снимается 2,7%. Со следующего года этот взнос увеличится до 3%. Имейте в виду, что да, содра также высылает письма информационные, что вот, они внесли вас в частный этот пенсионный фонд еще дополнительно до государственной вашей пенсии. И вы можете также проверить, внесены ли вы, подключившись к своему профилю на страницу содры, или если вам не получается подключиться, вы, конечно, можете обратиться непосредственно, приехать в отдел содры, заранее забронировав визит, и уже с ними обсудить возможности или отказа, или продолжения этого фонда. И наш шаг 5, это, конечно, ваше здоровье, медицинские страхования здесь, в Литве. И в самом начале мы хотели бы упомянуть две аббревиатуры, которые вы часто можете встретить здесь, в Литве, когда приедете. Первое, это будет ВЛК, Вальстыбене Легонюкоса, это Национальный фонд медицинского страхования. И второй, это ПСД, Приваломасис Вейкатус Трудимес, это является обязательным медицинским страхованием. И здесь мы постараемся коротко разъяснить вам различия между медицинским страхованием при наличии одного или другого документа в Литве. То есть, если вы здесь находитесь с Национальной визой Д, вы не сможете получить медицинские услуги, которые финансирует государство. То есть, вы сможете пользоваться тогда своей частной медицинской страховкой и обращаться за услугами. В то время, если вы с временным видом на жительство здесь, вы обладаете правом на получение финансируемых государством медицинских услуг. Но, если вы осуществляете здесь трудовую деятельность по договору с литовским работодателем или занимаетесь предпринимательством здесь, то есть, например, индивидуальной предпринимательностью, тогда вы будете платить взносы уже самостоятельно. И еще один вариант. Если вы проработали в Литве не менее шести месяцев, и после этого вы зарегистрировались в службе занятости, и вам присвоили статус безработного после шести месяцев минимум работы в Литве, вы будете застрахованы государством этими взносами обязательного медицинского страхования. И уже тогда можем перейти до постоянного вида нажительства, потому что уже с постоянным видом нажительства вы застрахованы обязательным медицинским страхованием с момента получения постоянного вида нажительства. То есть, здесь вам не обязательно заниматься трудовой деятельностью в Литве, чтобы была возможность быть застрахованным. А здесь уже у вас с момента получения вы обязаны платить взносы ежемесячно, если, например, вы не работаете и не застрахованы государством. Да, если вы не застрахованы и не попадаете в группу, которые могут быть застрахованы государством, не осуществляете трудовой деятельности здесь, то тогда вам нужно приобрести частную медицинскую страховку, чтобы получить услуги. Тоже вот у нас есть упомянутые несколько из компаний, которые предоставляют эти услуги. Конечно, мы не можем вам рекомендовать какую-то либо одну из них. Лучше всего, конечно, вам сконтактировать с каждой из них и узнать о условиях, какая будет лучше вам. Или уже тогда второй вариант. Вы оплачиваете каждый визит уже к врачу самостоятельно из своего кармана. С видом на жительство в Литве и когда вы застрахованы обязательным медицинским страхованием, вы можете зарегистрироваться в медицинском учреждении. Для того, чтобы зарегистрироваться в медицинском учреждении, лучше всего вам идти лично в то учреждение, которое вы выбрали. Снова же можете смотреть и по месту жительства, которые ближе вашего дома, где вам удобнее ехать. И которые, конечно, имеют договор с больничной кассой Литвы. Потому что если учреждение имеет договор с больничной кассой Литвы, то значит, что медицинские услуги будут финансироваться обязательным медицинским страхованием из этого фонда. Если у вас есть страховка обязательная. Если вы выбрали уже учреждение, вы лучше всего идти тогда лично вам, с паспортом своим, с вашим видом на жительство, потому что нужен ваш персональный код в Литве. И еще одно обязательство, что ваше место жительства должно быть здесь задекларировано в Литве. Вы придете с документами нужными, вы должны будете заполнить бланк о том, что хотите стать пациентом этой поликлиники. И также есть возможность выбрать врача. Или может быть, что врач будет назначен вам автоматически поликлиникой. Что ж, предлагаю перейти к следующему шагу. Это шаг номер шесть. Зарегистрируйте своих детей в школу или в садик. Что ж, пожалуй, я начну с главных цифр, которые вы должны знать. Первое, это то, что если ваш ребенок в возрасте от одного до шести лет, это значит, что вы можете отдать своего ребенка в детский садик. В Литве есть более ста детских садиков. Есть некоторые из них также на русском языке, на белорусском, на украинском и на других языках. Также есть некоторые как садики школы. А также есть детские сады с нулевым классом. В Литве есть такая система, что между детским садом и школой также есть нулевой класс. То есть, если ребенок, к примеру, не ходил в детский садик, он либо она обязаны пройти нулевой класс. Это такой класс, тоже на один год подготовительный класс. Если вы, конечно, ходите в садик, оно также учитывается вам по логике хронологии. Как податься в садик? Во-первых, что я должна заметить, это то, что вам, как родителю, не нужно идти напрямую в садик, писать в администрацию, спрашивать их, как зарегистрироваться, потому что есть централизированная система, куда вы можете подать заявление, и оно обрабатывается через самоуправление, и потом уже принимается решение. Конечно же, если вы хотите посмотреть детский садик, узнать про условия, вы обязательно можете сходить и узнать. И какие даты, когда можно подаваться? В целом, дети начинают ходить в садик, то есть этот год, когда они начинают, время года – это сентябрь. Но, конечно, если есть места и в другие месяцы, также вы можете подать заявление, и есть возможность того, что ребенка примут даже посреди учебного года. Тем не менее, если вы хотите узнать больше то, что касается детских садов, у нас на YouTube также есть записанные видео на русском языке с представителями муниципалитета, где они рассказывают про все цены, а также оставляют все ссылки на разные садики и дают еще также рекомендации. Поэтому советую посмотреть вам больше, если эта тема интересна. Что ж, я предлагаю переходить тогда к школам. Не менее важный топик. Во-первых, хочу сказать то, что есть 117 школ, которые принадлежат Вильнюсскому городской управе. Также есть 10 учреждений, которые есть непрофильными. То есть это музыкальные школы, спортивные школы, школы искусства. И также есть другие школы при министерствах, частные школы. Есть школы для детей с физическими особенностями. То есть есть разные направления и разные школы, куда вы можете зарегистрировать ребенка. Как это сделать? Также для того, чтобы зарегистрировать своего ребенка в школу, есть централизированные системы. Так же, как и для детских садиков. Да, конечно, вы можете пойти в школу, чтобы посмотреть, как она выглядит, подумать, удобно ли будет ребенку добираться в эту школу, недалеко ли она, к примеру. Но если вы хотите подать заявление, тогда, конечно, что оно все идет только через централизированную систему. В целом, для того, чтобы подать, нужно, чтобы вы или ваш ребенок имел литовские идентификационные документы. И если вы хотите, чтобы, к примеру, ребенок пошел в школу в этом году, то есть в том же году, когда ребенок идет в школу, вы должны подать заявление. Как я уже упомянула, у нас также на ютубе есть очень подробные видео со всеми пошаговыми инструкциями, как вы можете зарегистрировать ребенка в садик, но также и в школу. Поэтому предлагаю вам также, если интересно, его посмотреть, оно недалеко в списках видео. Что еще хочу упомянуть, это то, что для того, чтобы зарегистрировать своего ребенка в школу, либо в садик, в садик ваш ребенок должен пройти медицинский осмотр. Это значит, что перед тем, как регистрироваться, это стандартная процедура, и на экране вы можете видеть перечень тех больниц, которые мы рекомендуем. Конечно, что есть другие варианты, есть другие больницы, вы можете также обращаться в них, а просто некоторый перечень того, что мы могли бы рекомендовать со своей стороны. Ну и последний шаг, как без этого. То есть, когда мы уже получили все свои документы, нашли жилье, зарегистрировались в больницу, зарегистрировались в детей, уже начинается процесс интеграции. И что такое в целом интеграция? Это как интегрироваться в целом в социум? Есть две главные такие задачи, которые мы могли бы вам поставить, рекомендовать их следовать. Первое – это узнавайте больше. Узнавайте про город, читайте историю, входите в музеи, познавайте людей вокруг себя, какие у них традиции, какая культура, какая история Литвы, соседних стран. То есть, в целом узнавайте больше, потому что сейчас вы начинаете жить в этой стране. Вы в целом есть такой неотъемливой частью сейчас этого социума. Ну и второе – чтобы этого достичь, чтобы интегрироваться, адаптироваться, вы должны общаться. То есть, заведите новые связи с новыми людьми, также изучайте язык, потому что в любом случае вам нужно будет использовать язык, понимать, что происходит вокруг вас, и понимать людей, понимать то, как живет эта страна, как живет город. Первое такое открытие, которое мы предоставляем со своей стороны – это то, что Вильнюс уже 700 лет как молодой. Да, действительно, Вильнюс в следующем году, в 2023-м, будет отмечать свою седьмую сотню дня рождения и своего существования официального. И все это время Вильнюс также был очень интернациональным. Начать даже с того, как основали Вильнюс, когда Гедеминос отправлял письма в разные страны и приглашал людей с разных уголков мира для того, чтобы они освоились в Вильнюсе. И это до сих пор так. Очень много иностранцев проживает в Вильнюсе, и уже вот 700 лет Вильнюс открыт для всех, кто в нем живет. Ну, конечно, если вы хотите узнать больше, мы рекомендуем вам также посетить веб-сайт GoVilnus. International House Вильнюс также есть частью агенции GoVilnus. GoVilnus – это официальная агенция по развитию города. На их веб-сайте вы можете посмотреть разные рекомендации, что посмотреть, что посетить, куда пойти, что попробовать, какую еду попробовать приготовить дома и так далее. То есть, если у вас есть желание знать больше с туристической точки зрения, также с точки зрения бизнеса, инвестиций и релокации, мы советуем вас посмотреть веб-сайт GoVilnus и также International House Вильнюс для релокационного гайда. Конечно, если вы хотите более индивидуальную консультацию, куда пойти, что посмотреть, зависимо от того, какие у вас предпочтения, конечно, вы можете обратиться в туристические информационные центры. Они также есть частью GoVilnus. Есть два центра. Один в центре старом городе, который на улице Пелес-2, и второй находится в Вильнюсском аэропорту. То есть, если вы летите самолетом, прилетаете в Литву, тогда первая, наверное, остановка может быть как раз туристический центр. В туристическом центре вы можете посмотреть разные диджитальные и также принтовые варианты карт, можете посмотреть разные сувениры и также получить ту индивидуальную консультацию, куда пойти, что посмотреть, а может даже какие-то советы от местных. Если же, конечно, вы любитель погулять, рассмотреть детали, также есть к вам предложение посмотреть веб-сайт, который называется Walkable Vilnus, и это как Вильнюс пешком. Есть такая фраза, что Вильнюс подходит вашим ногам. И это действительно так, потому что город не очень большой, тем не менее имеет очень много культурного наследия, исторического наследия. И на этом веб-сайте собраны более, нежели 20 разных маршрутов, которые вы можете исследовать в разных районах Вильнюсах, будь то семейная прогулка, либо, к примеру, если вы интроверт, там сами погулять, погулять с ребенком и так далее. Пожалуйста, можете также посмотреть веб-сайт и те маршруты, которые вы можете исследовать в Вильнюсе. Тем не менее, если вы человек ленивый, тут я, конечно, шучу, но если вы хотите использовать общественный транспорт, позвольте мне объяснить, как, чтобы не было никакого замешательства. Во-первых, да, вы можете купить билет на автобус либо троллейбус в кэше, то есть за наличку. Но, конечно, что мы хотим представить вам два других способа, которые могут быть удобнее. Первый способ такой – это купить Вильнюсскую картель. Это вильнюсская карта в переводе. И эта карта также позволяет вам пополнить ее на некоторое время, например, на пару дней, на выходные, на неделю, на месяц, на три месяца, в зависимости от того, насколько вам нужно. И пользоваться общественным транспортом, один раз активировав эту карту. Конечно, если у вас вы пополнили на месяц, потом месяц прошел, вы должны пополнить еще раз. Где купить, где пополнить, вы также можете видеть на слайде главный лого тех магазинов, где вы можете это сделать, также в отделении пошты, и пользоваться. Второе, что вы можете также использовать, это приложение. То есть, есть приложения такие, как M-Ticket и Traffic. Эти два приложения вы можете скачать с Google Play, либо с App Store, в зависимости от того, какой смартфон вы используете. И также иметь свой цифровой билет. То есть, вы можете купить билет на пару дней, на дольшее время использования. И, конечно, что также, как и с Вильнюсской картели, посмотреть, какие есть скидки. К примеру, если скидки для детей, для студентов, для людей пожилого возраста, вы также можете это все посмотреть в приложениях. И, конечно, что, когда покупаете Вильнюсской картелью, спросить, полагается ли вам какая-то скидка. Что же, я предлагаю двигаться дальше. И очень хорошая фраза подходящая, двигаться дальше, потому что как еще можно передвигаться по городу. Да, мы уже знаем, можно это делать пешком. Можно использовать общественный транспорт. Но, конечно, есть такой вариант посередине, это использовать велосипеды, скутеры, мотоциклы. И вы можете видеть также на экране перечень тех компаний, которые работают в Вильнюсе. И вы можете арендовать на краткое время какой-то велосипед, скутер, либо мотоцикл. Также можете скачать приложение к конкретному способу передвижения и использовать. Это легко. Также инфраструктура очень хорошая для того, чтобы использовать. Что же, будем идти дальше. Для тех, кто хотел бы также, к примеру, уехать за город, либо уехать просто покататься, есть очень хорошие, классные возможности, так как копируют две каршеринговые компании, то есть там, где вы можете взять машину в краткосрочную аренду. Первая – это CTB, и вторая – это Spark. Как это работает? Вы скачиваете приложение, опять-таки, Google Play или App Store. Скачиваете приложение, после этого вы должны подтвердить свои водительские удостоверения. Вам нужно будет его сфотографировать и отправить на подтверждение. Если видите, что это забирает дольше времени, нежели 10-20 минут, поэтому, пожалуйста, напишите в поддержку, может они так ручную проверят быстрее. Когда ваш документ подтвержден, у вас открывается приложение с картой, и вы можете видеть на карте, где какие находятся машины. Есть разные машины в разной цветовой категории. В целом, все машины новые, вы можете взять их на краткую аренду. Что это значит? То есть, к примеру, если вам нужно добраться в городе с точки А в точку Б, к примеру, расстояние между этими точками может быть 3 километра. Вы берете эту машину, едете 3 километра, останавливаетесь, оставляете машину в зоне, вы будете видеть зоны в приложении. После этого платите несколько евро, это не так дорого, в зависимости от какая машина, и все. То есть, это очень легко, очень удобно, особенно если у вас нет своей личной машины, использовать такую иногда очень-очень удобно. Но, если, конечно же, у вас есть собственная машина, что делать тогда? Нужно ли ее регистрировать? Что делать? Давай расскажем. Что делать? Да, сейчас я хотела бы остановиться подробнее на теме регистрации автомобиля и водительских прав здесь, в Литве. То сразу хочу сказать, чтобы вы имели в виду, что зарегистрировать транспортные средства вы можете только тогда, когда станете резидентом Литвы. То есть, когда проживете в Литве дольше, чем 185 дней. И что здесь самое главное, что зарегистрировать автомобиль могут только иностранные граждане с временным видом на жительство. То есть, видом на жительство вы задекларировали здесь свое место жительства и у вас есть идентификационный код в Литве. Если ваш автомобиль зарегистрирован в стране, которая не входит в Евросоюз, не в европейское экономическое сообщество, вы можете этот автомобиль эксплуатировать только до 90 дней в год. То есть, а после того уже вам обязательно надо зарегистрировать транспортные средства здесь в Литве. Здесь вы также на слайде можете видеть документы, упомянутые, нужные для регистрации и ознакомиться с этим списком. Дальше водительские права. То есть, если ваши водительские права были выданы в третьей стране, то есть, не в стране, которая принадлежит к Евросоюзу или к европейскому экономическому сообществу, то вы можете пользоваться этими водительскими удостоверениями только до тех пор, пока вы не станете резидентом Литвы. То есть, пока не проживете в Литве более 185 дней. После этого, после того, как вы станете резидентом Литвы, то есть, вы проживаете здесь больше 185 дней, у вас здесь задекларировано место жительства в Литве, вы должны поменять свои водительские права. И для замены водительских прав вам надо обращаться в государственные учреждения Регитро. И сейчас я тоже хотела бы вам упомянуть, что если вы заменяете свои водительские права, которые были выданы в третьей стране, то есть, или они еще действительны, или срок действия истек не более чем один год тому назад, вам надо будет просто сдать экзамен по теории и экзамен по практике в Регитро. То есть, вам не надо будет проходить всего курса обучения в автошколе в этом случае. Да, также хотела бы упомянуть, что не так давно мы записали с Регитро и с таможней другими представителями большой такой воркшол, где мы также объясняли все про водительские права, регистрацию машины, покупку машины, пересечение границы, страхование и так далее. Поэтому также, если вы смотрите эти на YouTube, просто перейдите в чуть-чуть следующие видео после этого. Тем не менее, я хочу перейти к паркингу, не менее важная тема, самое главное, что вы должны знать. В Вильнюсе есть 4 зоны паркинга и главная, самая дорогая находится в центре, что понятно, это синяя зона, потом чуть-чуть дешевле зоны идет возле центра, это красная зона, ну и соответственно идут желтые и зеленые зоны. Для того, чтобы посмотреть, какие цены, какое в целом расположение и так далее, оплатить, к примеру, билет за паркинг, вы можете скачать приложение Unipark либо M-Parking, либо также посмотреть на их веб-сайте и узнать информацию, что касается паркинга. Что ж, предлагаю идти дальше и следующее в таком пункте исследуй, это конечно, что важной частью является шоппинг, это может быть как и простой шоппинг в продуктовых магазинах, вы можете видеть их также на экране и также это могут быть разные доставки еды, а также торговые центры. В торговых центрах это не только покупка одежды, либо там обуви, но также это развлечение, походы в кино, какие-то заведения и так далее. Поэтому посмотрите, какой торговый центр находится возле вас. в Вильнюсе, к примеру, Акрополис это наиболее, наибольший такой торговый центр, потом Озас, ну и выберите свой. Что касается доставки еды, если вы хотите заказать готовую еду с кафе, либо с ресторана, тогда это Bold Food, либо Volt. Если вы хотите заказать продукты с обычных магазинов, так, к примеру, не хотите идти на улицу, чтобы нести эти все пакеты, вы можете заказать доставку продуктов на дом, используя приложение Barbora, либо Last Mile. Поэтому пользуйтесь, это только для вашего визуального понимания, а также если вы еще, к примеру, не в Литве, вы можете зайти на веб-сайт, к примеру, продуктового магазина Remi, посмотреть, какие цены, узнать, сколько стоит, к примеру, хлеб, молоко, овощи, фрукты и так далее, и уже быть готовым понимать, сколько денег вам нужно будет тратить, к примеру, на продукты. То есть, такой лайфхак, как посмотреть, да, как цены, как подготовиться к переезду. Тем не менее, конечно, что то, что было на предыдущем слайде, это только некоторые из того, что есть, поэтому тут мы подготовили некоторые рекомендации от местных жителей на разные категории магазинов, которые могут вам понадобиться. Конечно, что эти приложения, они субъективны, вам могут нравиться другие магазины, но главные, те, которые у всех на слуху, вы можете видеть также на экране, то есть, главные аптеки, магазины, чтобы купить косметику, одежду, товары для дома, электронику и так далее. Также хочу заметить, что есть тут веб-сайт, который идет как перекуп как БУ-товары, скажем так. Есть два из них, и, конечно, что это веб-сайты, где вы покупаете товары от других людей, то есть, это только ваша ответственность понимать, следить за тем, чтобы вас не обманули, не говори, что такое обязательно произойдет, но, тем не менее, это ваша ответственность, так как это перекуп от людей. Веб-сайт ScaleBlt вы можете найти абсолютно все, разные услуги, товары, машины, съем квартиры и так далее. Vinted это также литовская компания, литовский unicorn, то есть, это единорог, скажем так, то есть, незнакомство терминологии, это такая компания, которая имеет очень большой профит, то есть, очень большой доход. Так вот, Vinted начался как магазин, где люди отменивались просто одеждой, которую они носили и перерос в очень большой проект, очень большую международную компанию и советую вам посмотреть, как она работает. Работает очень хорошо, ну, с вестивного времени. Что дальше? Да, следующее, я, конечно, что рекомендовала в интеграции, это общаться. Для того, чтобы общаться, нужен язык, и в этом случае это литовский. Где учить литовский язык? Очень популярный вопрос, ответ на него. Первый. International House Vilnius также в нас мы предоставляем бесплатные курсы литовского языка, поэтому, если вы хотите посещать такие курсы, пожалуйста, следите за обновлениями на веб-сайте, либо в наших соцсетях, потому что время от времени мы постим объявление, что мы открываем набор на группу. Конечно, что это как горячие пирожки, разбирается очень-очень быстро, поэтому, если вы, к примеру, не успели записаться, но очень хотите, вы можете нам написать и попроситься в такой себе список ожидания, то есть, чтобы, когда появилось это место, мы вас также в него добавили. Если вы хотите посмотреть другие школы, к примеру, взять частные школы, есть школы там тоже бесплатные, либо есть курсы на базах университетах, вы можете посмотреть на веб-сайте, которые мы собрали для вас рекомендации по школам, также на экране. Ну и воркшоп подходит к концу, но тем не менее очень важное, что еще хочу упомянуть. Как я говорила в начале, International House Vilnius это такой проект, который решает разные проблемы. Да, это миграция и интеграция, и поэтому в офисе International House Vilnius под одной крышей работают разные институции, которые могут вам надать бесплатные консультации, все сотрудники разговаривают на английском и на русских языках, то есть если вам нужна какая-то информация, вы хотите быть уверены, что вам ответят на языке, который для вас понятный, будут знать все особенности для иностранных граждан, вы можете записаться на консультацию в любую из институций, которые есть у нас в нашем офисе. Конечно, если они не в нашем офисе, тем не менее, вы можете записаться и просить, чтобы вам дали сотрудника, который может общаться в том языке, который вы понимаете. Так вот, следующий тогда уже чувствую вопрос, это как записаться в эти институции, и когда вы заходите на наш веб-сайт, в гугле пишите International House Willis, заходите на наш веб-сайт, у нас также есть русскоязычная версия веб-сайта, вы пишите, вы увидите кнопку назначить встречу, когда вы перейдете на страницу назначения встречи, вы увидите разные институции, вы можете выбрать, какой у вас вопрос, написать свой вопрос, если есть до этого, чтобы наш сотрудник подготовил лучший ответ вы придете и потом прийти на бесплатную консультацию, являемся частью государственных институций, поэтому все наши услуги консультации, консультации от этих институций, они бесплатны, конечно, если вы не уверены, в какую институцию вам идти, вы можете написать нам, мы отвечаем в социальных сетях, также вы можете прийти к нам в офис, можете видеть адрес также на экране, в рабочее время у нас есть горячая линия, где вы можете также ставить вопрос. Тем не менее, как я уже упомянула до этого, мы очень активны в социальных сетях, мы стараемся публиковать разные полезные статьи для вас, новости, либо в целом информировать, что у нас открылся какой-то к примеру курс языка и так далее, поэтому предлагаю вам также подписаться на социальную сеть, которая удобна для вас и если вам также что-то нужно, вы можете писать нам в социальные сети, мы всегда отвечаем. Если к примеру у вас остались вопросы после этого семинара, вы можете оставить их в комментариях под этим видео, где вы это смотрите, поэтому не стесняйтесь, мы всегда ответим и постараемся помочь. Ну и тем не менее, тем не менее, как связаться с вами, Марта. Да, я еще раз напомню о нашем центре, мы являемся центром информации по миграции, я выбираю Литву, Реонкосе Летова, и только хочу вот уточнить, что мы можем предоставить лишь общую информацию, мы не являемся самим департаментом миграции, мы лишь информационный центр, то есть если у вас есть такие общие вопросы по первым шагам в Литве, как легализировать свое пребывание здесь, вопросы по здравоохранению, просвещению, то есть детские сады тоже по общим вопросам мы можем вас проконсультировать, у нас есть своя интернет страница ronkoseletuva.lt там можете оставить свое сообщение, можете связаться с нами по электронной почте или вот также упомянуты наши контактные номера и еще на данный момент мы консультируем по средам по предварительной записи в International House Vilnius, то есть каждую среду только не забудьте зарегистрироваться заранее. Да и спасибо вам за то, что посмотрели, что были с нами, мы надеемся, что вся информация была полезна, как уже я упомянула, если остались какие-то вопросы, не стесняйтесь оставлять в комментариях и давайте нам подсказки, какие еще темы могут для вас быть интересны, и мы обязательно проведем еще какие-то семинары, также следите за теми ивентами, которые мы делаем, потому что мы делаем все для вашей мягкой посадки в Литве, все онлайн и оффлайн ивенты. Поэтому спасибо, спасибо также Марту и организаторам этого семинара. Спасибо, что вы были с нами и желаем вам мягкой посадки здесь в Вильнюсе. Всего вам доброго здесь. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok